Всем привет! С вами Ирина Туршева и Лана Холман. Мы продолжаем наш рассказ о книжной ярмарке в Болоне. И продолжаем о выставке иллюстраторов. И часть третья – это работа Гуашью. Первый иллюстратор – Алис Купини из Италии и её история «Убили». История о девочке. Можно посмотреть на веб-страницу. К сожалению, она у меня сейчас закрыта вот этой плашкой моей. История о девочке. Если вы потом посмотрите сами. Она, видимо, просто любит джаз, судя по всему. Она в том странном заведении с разнаряженными женщинами, подозрительными такими вот тут из-за навязки торчащими голыми ногами. И, видимо, в общем, заслушавшись, Билли таки выкинули на улицу бедолагу. Такой забавный, в общем, тут персонаж. И если вы посмотрите, тут на самом деле интересные детали. То есть здесь вот, к сожалению, не засвечено. Например, помада. Так интересный там цвет подобран был. Тут вот тоже персонаж какой-то с масками заходит. Почему чумазая такая певица, видимо, остается для меня загадкой. На этой картинке мне нравятся как позы двух дам, которые, видимо, бодаются, кто из них круче. Но, по крайней мере, выглядит так, что, в общем, у них такое выпирающее эго друг на друга. И последняя здесь работа, видимо, это певица в таком замученном экстазе. Возможно, именно та самая, которая подкрашивала и припудривала себе носик. Интересная работа, интересная гамма. Не знаю, мне нравится такая гамма. И интересно рассматривать детали вот в этой работе. Следующий у нас Аонурат, видимо, Батанабе из Японии в погоне за летающей рыбой. И вот такие вот очень детальные работы. Он просто создал тут целый мир, свою какую-то вселенную в разнообразных вообще пропорциях. То есть, не знаю, вот люди едут, кто-то на ананасе, машина как ананас, огромные. Тут вот ноги сразу появляются. Здесь живут какие-то и животные вместе с людьми. В общем, какой-то здесь рассказ. Честно говоря, я не поняла, это книга или это просто работы. Но, опять же, если вам нравятся какие-то рассматривать детали, то здесь вот как раз вообще раздули для этого. То есть, вот рыбак тут сидит на каком-то кейке, на пирожном. Ну, порассматривайте. И я думаю, что, видимо, вот на последнем, вот это, возможно, и есть летающие те самые рыбы, за которыми, возможно, вот эти вот с очком тут ребята на розовой рыбе охотятся. Я не нашла его сайт, я не нашла его фотографию. И в этом блоке вообще через раз находились люди. Дальше у нас Хлоэ Алмерас из Франции. Это работы пловец. И я нашла, на самом деле, вот, если вы посмотрите в хорошем качестве, в интернете есть работы, вывешенные. И здесь история, скорее всего, о том, что вот человек вот тут на лодке, он ныряет вниз и тоже находит, вот здесь, если на большой работе, вы посмотрите, там очень много маленьких кровоток. Вот, видимо, тоже он вот находит эту какую-то отдельную вселенную, тоже какую-то сказочную. И вот эти вот маленькие люди, вот в последнем, не знаю, читает он книгу, не знаю, может, это такое Алиса мужского рода. Ну, и вот маленькие-маленькие тут человечки, на самом деле, или Гулливер. В общем, у кого какие-то ассоциации. Здесь тоже немножко отсвечивает. На самом деле красивый, так красивый голубой цвет такой был, синий. И интересные есть работы у этого иллюстратора, можете посмотреть. Дальше Клэр Агнелли из Франции. Работа называется «Без названия», но здесь такие интересные мартышки. То есть это просто такая выставка персонажей из мартышек. И вот оговорюсь, что глава жюри именно вот эту работу выделил. Она не победила, но выделил именно вот эту вот мартышку. То есть у нее такое запоминающее сражение лица, зеленые глаза. Ну, интересное на самом деле. И опять же гамма, вот подбор цветов, несмотря на то, что это яркое, выглядит все так очень интересно и гармонично. И вот эта мартышка, она, конечно, запоминается. Далее Лена Ахлерес из Южной Африки. Здесь блок работы назывался «Ничего на самом деле непонятно». И вот здесь, например, на первой странице это «Что вдохновляет флориста». Ну, вот она посмотрела ее работы. И на самом деле, вот по поводу вот этого Винсент, вот этот Винсент, который пластический хирург, у нее есть на сайте книжка, на самом деле неопубликованная книжка. И вот именно, похоже, про то, что про этого Винсента там несколько было слайдов. Ну, неважно, в Болонии это все было объединено как-то в одну. А здесь техника коллажа тоже, это вырезанные буквы. И здесь же текст, написанный в таком, в разными такими, в общем, разной величиной буквами. На самом деле, интересно было бы посмотреть всю книгу, потому что, в принципе, если почитать, присмотреться, ну, то есть все хорошо у Лены с юмором, и это какая-то забавная должна быть вещь. Дальше Мирен Лора из Испании. И здесь тоже называется, что это воспоминания о кемпе, о лагере. Но, опять же, вот в интернете я нашла, на самом деле, эта книга. Причем она опубликована, стихи земли. Она называется, она на испанском. И там как раз вот эти все, и еще больше там иллюстраций, вот из этой серии. Как раз здесь вот маленькие такие люди, и как раз сама земля, там вселенная, пейзажи, они занимают большую часть. Очень красивое вот здесь вот звездное небо. Тут какой-то челдобречек, значит, вылазит из кемпа. Здесь в тумане. Ну, вы посмотрите, я вот сейчас пролистаю. На самом деле, интересная работа. Их тоже, насколько я помню, отмечали члены жюри, когда они рассказывали о том, что именно каждому из них понравилось. И на сегодня это все. Мы разобрали горш, рассказали о горше. И продолжение следует. Всем удачи!